Эти ужасающие кадры только часть того, что за последнее время пришлось видеть своими глазами спасателям. К сожалению, человеческая обеспеченность не знает границ. Об этом говорит статистика. Достаточно большое количество несчастных случаев за последние несколько месяцев произошли из-за собственной безответственности людей. Есть над чем задуматься. На текущий момент на территории города Бреста зарегистрировано 75 пожаров. Это на 23% больше, чем по сравнению с прошлым годом. В прошлом году зарегистрировано 62 пожара. Зарегистрировано гибель одного человека от пожаров и его опасных факторов. В 2019 году 4 человека. Тут мы гибель людей даже и не сравним, потому что гибель – это трагедия для семьи, трагедия для людей. Идет рост пожаров, как в жилом секторе. На текущий момент 51% – это пожары в жилом секторе. Ну и рост количества пожаров на субъектах хозяйствования. Различных ведомств. 26 пожаров на территории города Бреста на субъектах хозяйствования. Да, пострадавшее имущество, а порой и целиком разрушенные дома и квартиры – серьезная финансовая потеря. Но хуже, когда на кону оказывается жизнь человека, за которую в этой борьбе с огнем идет настоящее сражение. И здесь уже нет выбора, кого спасать, когда время исчисляется минутами и секундами. А если пожар происходит на производстве, то масштаб трагедии возрастает в несколько раз. Наибольшее количество пожаров у нас по неосторожному обращению с огнем. Это говорит о том, что люди не задумываются, когда берут спички, зажигалки, разводят костер или другой открытый огонь. То есть, что может быть в дальнейшем. Одно дело видеть трагедию со стороны, другое – стать ее участником, а еще хуже – виновником. Тогда ответственность придется нести не только за свои поступки, но и за ту горе, которое простая обеспеченность переносит в дома других. Непростая обстановка стала для спасателей поводом для того, чтобы пересмотреть подходы к превентивной работе. Теперь она станет более точечной и локальной. Сейчас новые формы и методы – это удаленные, скажем так, мы обзываниям одиноких, одинокопоживающих и разговариваем с ними по правилам пожарной безопасности. Оставляем информационные материалы в почтовых ящиках для того, чтобы человек мог почитать. Проводим, к сожалению, меньше, но в тысячи судовых коллективах, в том числе и через средства интернет, будем наращивать профилактическую работу. Но я еще раз говорю, если человек интересуется или заботится о своем здоровье, о своем имуществе, то, конечно же, он должен соблюдать правила пожарной безопасности.